всем даром народ с вами варчик в этом видео хочу с вами поделиться своими впечатлениями про лбз 2 фронт что в этих лбз куда в этих лбз стоит обратить внимание как их выполнять и какие лбз вызвали трудности в целом начну с того что чем более подготовленный ваш аккаунт к лбз 2 фронта тем будет легче проще и быстрее если на вашем аккаунте вкачано много веток много наций а нужно чтобы пройти вкачать практически все нации желательно все ветки еще и иметь много танков не только 10 уровня но и восьмого допустим уровня для того чтобы выполнять различные задания быстро легко на разных танках поскольку на одном танке выполнять все лбз на танкование не получится или на одной только лтшке поскольку требованием на каком классе техники выполнять лбз там нету но есть требования по уровню и по нации таким образом нам нужно все это прокачать прежде чем начинать выполнять лбз да еще мало того что нужно просто нацию какую-то вкачать еще и нужно накачать много разных веток поскольку некоторые танки прям четко подходят под определенные лбз я не буду в этом видосе рассматривать каждое лбз если у вас есть какие то вопросы пишите в комментариях на какой танк лбз номер я посмотрю что это за лбз и отвечу вам что да как у меня в принципе были не все прокачаны ветки не все танки были в ангаре поэтому мне было тяжеловато выполнять лбз на объект 279 на химеру и на эскалибур лбз вообще детские и там особо то никаких проблем не было на эскалибур вообще лбз легчайшие просто детские какие-то они даже не ограничены количеством боев ты просто нажимаешь выполнять и лбз просто накапливается и там очень легко главное нужные нации чтобы были у вас в ангаре что касаемо химеры там лбз чуть посложнее там нужно выполнить за один бой какое-то такое жесткое задание но лбз тоже не особо это сложные самое главное опять же иметь нужную нацию и подходящий танк единственная лбз на химеру в которой я заложил бланк приказа это у советов лбз на арту там где нужно оглушить 180 секунд это довольно таки много при том что у меня советская арта особо то и не выкачана поэтому я решил не париться также еще скажу вам сразу если вы только начинаете делать лбз или уже начали делать лбз постарайтесь 15 лбз особенно на экскалибур выполнять с отличием там лбз несложные для того чтобы получать бланки приказов когда вы выполняете с отличием 15 лбз вы получаете бланк приказа который можно потом воткнуть в обычное лбз за один бланк приказа закрывается обычное лбз она выполняется без отличия но выполняется если вам трудно его сделать также можно заложить 4 бланка приказов 15 лбз таким образом сразу закрыть всю ветку то есть если выполнять 15 лбз с отличием то можно сэкономить себе кучу времени так что на экскалибур можно все лбз выполнить с отличием на химеру там почти все лбз легко выполняется с отличием одно есть затруднительное остальных принципе можно выполнить а вот на объект 279 я уже несколько лбз заложил бланки приказа у совков и китайцев есть такой лбз замечательная за 5 боев в среднем отбивать 8 снарядов за бой это лбз можно легко выполнить на 112 китайский тяж премиум и льготные восьмого уровня легчайший выполняется это лбз но с отличием уже тяжело за пару попыток думаю можно просто пройти но я почему-то не додумался именно на этом танке по выполнять это лбз сразу я туда вложил бланк приказа а потом выполнить с отличием чтобы забрать бланк приказа было уже тяжело поэтому здесь была ошибка так сказать с бланком приказа я один лишний потратил хотя можно было его вложить куда ему другое место но в принципе выполнил и выполнил также еще там есть замечательная лбз на арту в среднем оглушать 180 секунд на протяжении 10 боев там в принципе не написано в среднем там написано за 10 боев 1800 секунд оглушить это лбз тоже потратил бланк приказа потому что она самая жесткая вообще лбз которые я встречал вообще во всех лбз второго фронта ну и еще один бланк приказа я потратил на танкование там где французы чехи шведы и итальянцы поскольку там в принципе то и танковать особо то нечем есть только там 9 и 10 уровня французские тяжи я на них в почти выполнил это лбз на танкование но в принципе заложил туда бланк приказа и все там очень много всяких лбз на уроны фраги там еще какие-то штуки и они выполняются довольно таки легко а вот на танкование и на на свет уже придется попотеть да и нужно чтобы танки в ангаре нужные были вот в принципе такие вот впечатления про лбз второго фронта я бы не сказал бы что они сложны сами по себе по заданию вся сложность в том что нужно много разных танков больше никакой сложности нет даже если вы не скиллованный особо игрок и у вас не очень по скиллу все но много танков в ангаре не стесняйтесь выполнять лбз они довольно таки не сложные казино даст выполните и все единственная проблема что на объект 279 лбз нужно выполнять таким образом чтобы несколько боев подряд вам задание прокнуло а это уже не то что сложно а просто уже и доля везения должна быть вот в принципе все стоит ли награда усилий которые были приложены но если у вас и так танков много то усилий будет приложена не так уж и много вы их приложили еще когда танки выкачивали а вот если у вас мало танков в ангаре разных наций то в принципе для вас это будет очень тяжело получить эти танки эскалибур неплохая пт-шка пушечка нормально бахать танчик нормально ездит и углы горизонтальной наводки хорошие принципе танк неплохой как для 6 уровня химера довольно таки жесткая как для танка 8 уровня с альфой 440 с нормальным пробитием средняя такая подвижность и немного брони танк жесткий реально классный тем более с нынешним хорошим балансировщикам для восьмерок ну и объект 279 ранний тупо охеренный в плане того что на нем можно делать жесткий результат процент побед высокий урон броня у него хорошая конечно пробивается голдой особенно пт-шками голда пробивает его 50 на 50 влд с десяток пт-шки пробивает в влд голду и вообще каждым выстрелом единственный минус у танка как по мне это то что у него пушка слабенько опускается но в целом танк сильный интересный и прикольный мне танк понравился выполнять эти лбз или не выполнять думайте сами я думаю как минимум можно просто повключать эти лбз сами когда нибудь там по выполняется чтобы особо не париться тем более если у вас много прокачанных наций ну и по поводу 15 лбз на объект 279 они вообще легкие простые самое главное правильно подобрать танк чтобы на нем было и вам комфортно играть и планка мастера была невысока там нужно всего лишь за 15 боев получить три первой степени в принципе это очень легко главное чтобы были нужные танки на вот реплейс можно посмотреть планку мастера принципе такие дела если есть какие-то вопросы по определенным лбз пишите с вами был варчик грая красиво пока а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok